История со скандальным увольнением директора новосибирской школы номер 83 получила продолжение. Напомню, руководитель учебного заведения утверждала, что перед ней поставили ультиматум уйти по собственному желанию или по статье. И вот сегодня ситуацию прокомментировали в департаменте образования мэрии Новосибирска. Спустя почти 72 часа после кадровых перестановок в администрации школы номер 83, руководство департамента образования мэрии Новосибирска собирает пресс-конференцию. У всех журналистов главный вопрос, в чем именно провинилась теперь уже бывший директор школы Светлана Гольцер. При изучении документов личных дел, обучающихся школой номер 83, была прослежена связь, так назовем, с коммерческой структурой. Название ее я, соответственно, озвучивать право не имею. Видимо, не имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности, а также не имеющие возможности выдавать эти статы об образовании. Которая, скорее всего, и занимается поиском детей, проживающих вне территории города Новосибирска, желающих при этом получить образование в заочной форме. Делая серьезные заявления на камеру, начальник департамента дважды озвучивает их в форме предположения, используя слова «видимо» и «скорее всего». Можно предположить, что подтверждение этому пока ни один из надзорных органов не дал. Как сообщили в мэрии города, документы только сегодня для изучения отправлены в прокуратуру. Еще одно весомое обвинение. Директор школы подавала финансовые отчеты на детей-заочников, как на учеников, обучающихся очно. Разница простая. Ребенок, который обучается по очной форме и за ним утверждается финансирование, помните, так называемое средство за ребенком, составляет 25 тысяч рублей за ребенком в год. За ребенком, который обучается в заочной форме, эта сумма составляет 17 тысяч рублей в год. Это очень большие деньги. Я думаю, что разницу вы без меня сможете посчитать. Посчитать невозможно, потому как кто эти ученики и сколько их представители департамента не уточнили. Вряд ли речь шла о всех заочниках, ведь в таком случае городским чиновникам пришлось бы расписаться в собственном бездействии. Проверки в школе номер 83 проходили регулярно на протяжении нескольких лет. Приведу еще несколько примеров. Переплата стимулирующих выплат одному из сотрудников, который, собственно, даже не является педагогическим работником, за проверяемый период составила более 400 тысяч рублей. Соответственно, это помимо основной заработной платы, в которую включаются стимулирующие выплаты. Действительно, на первый взгляд весомый бонус к зарплате сотрудника. Но если разделить сумму на 60 месяцев, это 5 лет работы, то всего получается 6667 рублей. При этом, какая была основная зарплата у сотрудника, журналистам не сказали. К примеру, средняя зарплата дворника в школе не превышает 10 тысяч рублей. Кстати, бывшего директора еще и обвинили в несовременной уплате налогов. В 2017 году якобы не отчитались за 600 тысяч рублей. По закону, у бывшего директора было право это сделать до 25 января 2018 года. Вернуть обратно на работу Светлану Гольцер в качестве руководителя школы номер 83 в планах не рассматривается, заявили в департаменте. Александр Куршев, Константин Менин. Новости ОТС.